кто вы жаворна колесова или мама которую разбудил ребенок или сотрудник чей начальник не терпит опоздания или фрилансер который спит до обеда не важно сколько вы спите важно как я маргарита левченко и сегодня мы разберем с вами гигиену сна узнаем почему спать полезно как победить бессонницу и зачем полуночникам куркума доброе утро когда вы проснулись и чувствуете что вы уже устали и вам нужен ресурс для того чтобы ваш день был наполненный активный можно сделать прекрасную гимнастику начнем с вами с ног стали вот еще сонные и начинаете раскачиваться пятка носок пятка носок потом можно подключать уже руки и вот таким вот образом делать пятка носок пятка носок сколько делать ну как вы чувствуете я буду показывать понемножку вы можете сделать дольше и затем останавливаемся и начинаем мягкие круговые движения пьют тоже мы еще практически расслаблены но мы уже активизируемся в одну сторону а потом другую а потом можем взять ногу в сторону отставить и вовнутрь еще взбодрить свое бедро тазобедренный сустав в одну сторону а теперь к наружу прекрасно поменяли ногу делаем по 4 5 там 8 раз зависит от вашего состояния здоровья главное делайте с настроением в одну сторону а теперь другую хорошо а теперь можем вместе смотрите 1 2 3 4 5 6 а теперь к наружу 1 2 3 4 5 6 и потом прекрасно покачали бедрами очень мягко к одной руке другой и 1 раз 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 и теперь присели очень мягкие круговые движения совсем легко если получается поактивнее и побольше амплитуду. Тоже включаемся. Раз, два, три, четыре. Потом мягко останавливаемся и начинаем с небольшой амплитуды. Теперь в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Прекрасно. И пообнимали себя. Это важно. Самое главное объятия. Они нам дают настроение. Хорошо. И теперь мягко наклоняемся. То в одну сторону, то в другую. Не напрягается. Будем свою спину. А теперь в одну сторону. Потянулись за рукой. Делаем под настроение. Столько, сколько раз для вас это комфортно. Хорошо. Обняли талию. Пальцы большие сзади. И сводим лопатки. Обводим свою талию руками. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Теперь переходим повыше. Лопатки сводим. Раз. Меняем руки. То одна сверху, то другая. Раз. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. К голове руки. Отводим локти назад. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. А теперь, чтобы у нас голова совсем проснулась, давайте такое задание дадим. Смотрите. Раз. Вверх. Одна рука, одна вниз. Два. Раз, два. Раз, два. И сразу голова пробуждается. Хорошо. И расслабились. Ну и теперь круговые движения плечами делаем назад, потому что еще не проснулись мы совсем. Поэтому только назад. И очень мягко, вот в таком расслабленном состоянии. Получаем удовольствие. Раз, 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 раз. Еще. Для того, чтобы плечи расслабились. Хорошо. И для головы совсем немножко. Просто полукруг. Очень мягко. Отлично. Расслабленная голова. Потихоньку растягиваем. И теперь немножко сделаем упражнение для шеи. Подбородок вперед. И пальчиком как бы отпускаем подбородок к шее. Раз. И тянем затылок к верху. Раз. Расслабились. Еще раз. Вперед. К шее. Раз. И тянем затылок к верху. И вытягиваем весь наш позвоночник. Еще раз. К шее. И затылок к верху. А теперь мы сделаем замечательное упражнение, при котором мы потянем весь позвоночник. Но важно сделать его правильно. Смотрите. Слегка согнули колени. Ноги на ширине плеч. Таз к себе. А теперь мы поднимаем нашу грудь. Не все знают, что она у нас поднимается таким образом. Смотрите. Раз. И уже сразу осанка хорошая. Видите? Все. Плечи назад. Кому непонятно, давайте потренируемся. Раз. Как будто вас за канат тянут за грудь вверх. Раз. Два. Три. Четыре. И остались. Плечи назад. Лопатки свели. Пальцы тянутся вниз. И макушку тянем кверху. Не подбородок, а макушку. Получается вот такое упражнение. Ноги слегка расслаблены. И теперь центр тяжести посередине стоп. Кажется, что сложно, но на самом деле у вас все получится. И потом очень мягко расслабились. И наш комплекс закончен. Надеюсь, вам удалось зарядиться. И сейчас мы узнаем, как выбрать идеальную подушку. Просни сипой. Легко сказать. Бывает так, вы проснулись, а ваша голова будто нет. Да еще и разболелась. А вам на работу. Да еще и шея какая-то напряженная. Как будто вы всю ночь лошадкой работали. Детишек в карете катали. Ну и кто виноват? Хм, может подушка? Ты, ты, а может быть ты? Между прочим, некоторые врачи советуют и вовсе отказаться от подушек. Вот так. Почему? А потому что во время сна позвоночник должен быть прямым, а шея не должна сгибаться. Хм, спартанский какой-то сон. Но идею стоит взять на заметку. А если все-таки с подушкой? Так, а какая у нее задача? Поддерживать шею, если вы спите на спине. И заполнять пространство между плечом и головой, если вы спите на боку. Ну и как выбрать то, что подходит именно вам? Подруги нас советуют. В магазине зубы заговорят. Реклама очарует. Все просто. Дружите с головой. В прямом смысле. Прислушивайтесь только к своим ощущениям. Итак, ортопедическая подушка. Посмотрите, какое у нее здесь углубление. Выбор невероятный. Где-то есть именно ваше. Бьюти-подушка. Создана для того, чтобы ваше лицо не мялось во время сна. Попробовать в любом случае стоит. Но если вы чувствуете, что подушка вам не подходит, вам неудобно на ней лежать, отказывайтесь от нее, сколько бы не стоило. Голова-то дороже и шея. Или лайфхак. Отправляйте неудобную подушку в ссылку на другой конец кровати. В ноги. Спасетесь от варикоза. Да и просто хорошо отдохнете за ночь. И еще лайфхак. Есть специальные подушки. Вот такие. Думаете, эта подушка только для будущих мам? А кто сказал, что все остальные не имеют права на комфорт? Такая подушка для того и создана, чтобы вы устроились на ней, если болит шея, поясница или ноги. А если вам ночью обнять некого, подушка тут как тут. Да и не храпит. Так что, долой предрассудки в отношении с подушками. Главное – взаимность. Тогда и спать будете по-человечески. У меня в гостях сегодня врач-сомнолог. Это специалист, который знает о сне больше, чем кто-либо. И зовут доктора Наталья Белинская. И она нам сейчас расскажет, что такое здоровый сон, причины, по которой мы перестаем спать, и что же нам делать, чтобы снова его вернуть. Доброе утро, Наталья. Доброе утро, Маргарита. Вы знаете, такая удивительная специализация. Когда я начинала работать в медицине, а это было очень давно, я не слышала тогда, что есть такая специализация. Когда я начинала учиться в медицинской академии, я тоже не знала о том, что есть такая специализация, как медицина сна. Но я увидела, как во сне не дышит мой папа. Как потом выяснилось, это был синдром абструктивного апноя сна. И оказалось, что в Москве на тот момент уже работали врачи-сомнологи, проводили диагностику, лечение не только сонного апноя, но и бессонницы и других расстройств сна. И вот так вот я связала свою жизнь с медициной сна и занимаюсь этим уже больше 16 лет. Какой лучше матрас для того, чтобы высыпаться качественно? А вот с матрасами тоже такой вопрос и подушками на сегодняшний день. Их сделали очень ортопедическими, очень правильными. Производители потратили на это большое количество сил и времени. А люди отмечают, что когда я приезжаю в гостиницу, я сплю гораздо лучше, чем дома. У многих на сегодняшний день вот как-то в противовес старым продавленным кроватям появились слишком жесткие матрасы, на которых спать некомфортно. И подушки стали ортопедическими, с утолщением под шейным отделом позвоночника, такими правильными, но такими неудобными. Поэтому если вы из тех, кто приезжая в гостиницу спит лучше, чем дома, обратите внимание, насколько удобен ваш матрас именно вам. То есть не его характеристики, не его цена и советы продавца, который помогал вам его выбирать, а вот прям комфорт. Действительно многие спрашивают, вот какую подушку, какой матрас, что должно быть, даже какое белье. Если вы трезво посмотрели на свою спальню и видите, что там тихо, темно, если вы спите с супругом, то кровать достаточно широкая. Если это в целом нормальные условия для сна, вы должны спать. А если не спите, значит, нужно разбираться дальше. Первое – это режим. Начните с сегодняшнего же дня ложиться спать и вставать в одно и то же время. Самый главный здесь момент – вставать. Мы не можем заставить себя уснуть вот в то время, которое для себя определили. Но мы точно можем заставить себя проснуться, встать с кровати. И примерно через 8-10 дней накопится тот самый дефицит сна. И наступит то понимание организма, что нужно ложиться и засыпать в то время, которое мне предлагается. Мы сегодня с вами говорим о гигиене сна. Что обозначает само понятие это? Это определённое количество, определённые правила, которые мы должны соблюсти для того, чтобы нормально, хорошо спать. То есть это те рекомендации, без которых наш сон не может быть здоровым или без которых мы, в принципе, не сможем уснуть. И мы сможем с вами назвать хотя бы 5 признаков здорового сна? Конечно. Вот смотрите, если мы с вами говорим про бессонницу, что такое бессонница? Это трудности с засыпанием, это трудности с поддержанием сна, несмотря на то, что у человека есть все условия для этого сна. То есть если у вас нет условий для нормального сна и вы плохо спите, то это не проблемы со сном, это отсутствие условий для нормального сна. Что такое условия для хорошего крепкого сна? Это, во-первых, темнота. Датчиками времени для нас являются свет и темнота. И поэтому, когда наступает темнота, наш организм начинает засыпать. Поэтому в спальне должно быть темно. Следующий момент – это тишина. Вот если про блэкаут слышали сейчас практически все, у многих моих пациентов плотные шторы на окнах, но под боком у женщин лежит, например, храпящий муж или кошка, которая приходит и будет в 5 часов утра, потому что она проголодалась. То есть в спальне должно быть ещё и тихо. Это определённая температура и влажность. Вот я советую своим пациентам сделать воздух в комнате прохладнее – 18-20 градусов максимум. В России, в принципе, в помещениях воздух очень тёплый, в отличие, допустим, от тех же европейских стран. Гаджеты – это то, что нужно обязательно отложить от себя за 2 часа до сна, если мы хотим спать крепко и глубоко. Это стимуляторы. Чего только не пьют в современном мире люди, да? То есть сейчас огромное количество разных напитков, продуктов, веществ, биологических добавок, которые могут обладать выраженным стимулирующим действием. Кофе продаётся в красивых стаканчиках на каждом углу. И всё это приводит к нарушению структуры сна. Я вот, знаете, стала жаворонком по неволе, потому что я поняла, что если я поздно встаю, я ничего не успеваю делать. И я стала перестраивать свой режим. И я поняла, что если я не начну вставать рано, то я не смогу засыпать и вечером. И как-то, вы знаете, мне стало полегче. Действительно работает это, потому что мы начинаем соблюдать режим дня. Если мы с вами говорим про режим сон-бодрствования, то это главная вещь, которую должны соблюдать и люди, страдающие нарушениями сна, и люди здоровые. Режим сон-бодрствования – это очень важно. Ну, во-первых, в нашем таком достаточно беспокойном мире далеко не все мы кушаем в одно и то же время. То есть приёмы пищи у нас как-то как придётся. На работу многие сейчас ходят как придётся, потому что многие работают или на дому, или график их не нормирован. И вот только сон остаётся таким оплотом какой-то стабильности для нашего организма. Очень важно соблюдать режим сон-бодрствования, потому что мы люди – существа суточного цикла. И в зависимости от того, как построен наш режим, происходит и выработка гормонов, и обработка информации, которая поступает за день. Поэтому важно ложиться и вставать в одно и то же время. Но, конечно, первым делом нужно определить свою норму сна. Норма сна у каждого своя, она индивидуальна. И когда вам задают вопрос, какова ваша норма сна, к чему вы стремитесь, нужно чётко знать эту цифру. Это может быть 7,5 часов, 8, 8,5, у кого-то 9. В среднем норма сна – от 7 до 9 часов в сутки. Но есть люди короткоспящие, которым достаточно поспать 5-6 часов для того, чтобы чувствовать себя совершенно отдохнувшими. И люди долгоспящие, которые спят и по 10 часов в сутки, и без этих 10 часов они не будут себя хорошо чувствовать. Поэтому важно определить свою норму сна. Как мы её определяем? Если в течение недели вы спите, например, по 7,5 часов каждый день, и в выходные вам не приходится досыпать больше, чем на час больше, ну, то есть поспали 8 часов и проснулись отдохнувшими, значит, всю неделю вы спали свою норму сна. Когда я своим подписчикам начинаю рассказывать про биологические часы, они начинают со мной спорить и говорят, что я жаворонок, и всё, я не могу по-другому. А некоторые говорят, что я сова, и всё. Да, действительно, генетически несколько обусловлены наши хронотипы. То есть, да, может быть, генетически в нас заложено, что мы человек с поздней такой фазой засыпания и пробуждения, и тогда мы говорим о том, что это сова или жаворонок, или такой средний вариант, мы его называем голубем, да, ну, то есть подходящий... Есть такой вариант? Да, есть такой вариант. А это кто? Вот голуби? Это человек, который достаточно легко, ну, то есть не очень поздно засыпает, и легко, и готов проснуться и рано, или поспать чуть подольше. То есть такой средний вариант, очень удобный как раз для города и жизни, и работы. Но генетически наш хронотип обусловлен всего лишь на 50%, даже чуть-чуть меньше. А всё остальное – это наш образ жизни. Я хочу сразу сказать про сов. Это такая одна из моих любимых тем хронотипа, потому что я вижу проблемы, которые возникают у людей, которые приписали себя к какому-то хронотипу, и не то чтобы следуют ему, а списывают на него все свои какие-то сложности, например, с засыпанием или поздним пробуждением. Так вот, если вы тот человек, которому трудно утром проснуться, это не значит, что вы сова. То есть если вы с трудом засыпаете вечером, утром с трудом просыпаетесь, сонливы днём, да готовы ещё где-то днём поспать, не приписывайте себя к сове. В первую очередь нужно оценить, насколько вы активны во второй половине дня. Для сов характерно не столько позднее пробуждение. Поздно просыпаются и просто люди, не соблюдающие никакой режим, или которые неправильно питаются, то есть много кушают перед сном и углеводной пищи. Вечернее и ночное время для сов характерно. То есть если уровень вашей умственной активности очень высокий после 8 часов вечера, 10 вечера, 12 часов ночи, то действительно, возможно, вы сова. Если вы приписали себя к сове, то это не безрежимный человек, это человек с особым своим определённым режимом. Действительно, вы можете ложиться тогда, допустим, в 2 часа ночи, просыпаться в 10 часов утра или ложиться в 4 часа ночи и просыпаться в 12 часов дня, но проводить весь день активно и, соответственно, распределять приёмы пищи, потому что совы ещё грешат тем, что, как я уже сказала, в 12 ночи красивый ужин никто не накрывает, а вот там быстренько порезать бутерброд вполне могут, да, то есть в плане питания у сов тоже есть большие проблемы. И этот режим вы должны соблюдать постоянно. Конкретных сов и жаворонков не так уж много. Все остальные мы можем подстраивать в свой режим в зависимости от своего образа работы, образа жизни, поэтому подстраивайте так, как удобно и соблюдайте чёткий режим. Качество сна влияет всё-таки на иммунитет? Качество сна влияет на всё. И на иммунитет, и на наши когнитивные функции. Вот я помню, моя бабушка говорила, с бедой нужно ночь переспать, утро вечера мудренее, да, почему это так? Потому что когда мы засыпаем, именно крепко засыпаем и циклично спим, а не просто ложимся отдохнуть, происходит переработка информации, то есть всё, что мы получили за день, раскладывается по полочкам, и если ты хорошо поспал, даже после какого-то такого серьёзного неприятного события, замечали наверняка, открываешь глаза, и ощущение, что как будто этого вообще никогда не было, пытаешься вспомнить, реально ли что-то было вчера вечером, или мне это приснилось. А вот если недоспал, то с утра просыпаешься на той же самой такой тяжёлой мысли, да, как будто вот совсем не отдыхал. Так как же недосып влияет на наш организм? Весьма негативно. В первую очередь это когнитивные функции. Память, внимание, да, концентрация внимания. Это вообще желание в целом работать, начинать какие-то новые проекты. Это снижение физического тонуса, то есть не хочется заниматься спортом, когда ты ночью плохо спал. Ну и самое главное, во сне в глубоких фазах сна вырабатывается два таких важных гормона, как гормон тестостерон, очень важный не только для мужчин, но и для женщин, и гормон самототропный. Вот говорят, дети во сне растут. Растут дети весь день, но самототропный гормон отвечает у них за рост и развитие, а у взрослых самототропный гормон отвечает, ну, также за молодость, да, и за вес, то есть люди, которые страдают вот такими серьёзными нарушениями сна, имеют склонность к набору массы тела, поэтому спать нужно обязательно каждую ночь крепко и хорошо. А есть счастливые часы, в которые вот желательно спать? Нет, таких часов нет. Чтобы ты именно в эти часы поспал и стал молодым и прекрасным. Ну, на самом деле это так, немножечко миф, что ложиться нужно до 12 часов или после, да. Это всё-таки миф? Конечно. Наш организм не совсем понимает, сколько времени на часах. Главное, чтобы это время было постоянным. Мелатонин начинает вырабатываться у людей, которые соблюдают режим за час-два до отхода ко сну. И неважно, ложитесь спать вы в 10 часов вечера или в 2 часа ночи. Если это ваш фиксированный режим, и вы проводите вечер достаточно активно перед тем, как ложитесь спать, то ваш мелатонин просто начнет вырабатываться не в 9 часов вечера, а, например, в 12 часов ночи. Но от этого его выработка никак не будет меньше или короче, да. То есть это будет один и тот же процесс, просто в другое время суток. Очень много нового для себя отметила. И если подводить итоги нашей сегодняшней беседы, что же нам нужно делать, чтобы мы могли начать засыпать хорошо, просыпаться бодрыми, и наш день был продуктивным? Режим. Режим. Это пункт номер один. То есть начиная с сегодняшнего дня мы ложимся спать в то время, которое определили, не больше и не меньше, а главное завтра просыпаемся по будильнику в то время, которое себе установили. Следующий момент – это потребление стимуляторов. То есть снижаем количество чая и кофе во второй половине дня. Особенно хочу отметить зеленый чай, который обладает большими тонизирующими свойствами даже, чем кофе. Поэтому во второй половине дня стимуляторы не употребляем. Это… Уберите гаджеты. То есть это ограничение использования гаджетов в принципе. Проверяем, что в спальне у вас темно и тихо, да, то есть гигиену с нас соблюдаем, смотрим, что все хорошо. Если муж храпит, то первое, что мы можем сегодня сделать, это пойти купить себе беруши, да, если муж никуда не можем отложить. Поэтому покупаем беруши и смотрим, насколько лучше нам спится в тишине. Ну и последний пункт – это правильный ужин. Мы не должны ложиться спать голодными и не должны, конечно, переедать во время ужина, и никакого кусочничества перед сном тоже быть не должно. А что такого съесть полезного, чтобы хорошо заснуть, вы узнаете дальше. Наталья, спасибо огромное, что провели это утро с нами. А мы с вами приступаем к практике. Если рубашку можно погладить с вечера, то свое лицо помятое можно поправить с помощью самомассажа и гимнастики. Поэтому сейчас мы с вами берем хмурость, заломы на щеках, и все это с помощью простых упражнений гимнастики и самомассажа. Итак, начинаем. По боковым поверхностям носа ведем вверх, задержали. Между бровями ждем, когда расслабятся мышцы. И ведем к вискам. И делаем это несколько раз, пока не расслабится наш лоб, мышца, сморщивающая брови. Все это расслабляем. Затем проморгаемся, обхватили свои глаза, верхнее веко, нижний палец на границе нижнего века. И слегка раскрыли глаза и начинаем моргать. Делаем это с напряжением, для того, чтобы активизировать работу мышц. И потом погладили от наружного угла к внутреннему, от внутреннего к наружному. И делаем легкие-легкие поглаживания. Затем начинаем продавливать лицо, убирая заловы на щеках. Придавили. Висим, прямо висим на руках. И прокатываем, подтягиваем. И делаем это раза три. Переходим ниже, к уголкам губ. То же самое. Повисли на своих руках. Перекатываем. И идем на овал лица. И подтягиваем. Подтягиваем. Если вы заметили, я не тяну кожу. Я перекатываю руки и слегка подтягиваю сверху. И теперь мы поднимем свои щеки. Будем тянуть руки вверх, а нижнюю челюсть напрягать, пытаться открыть вниз. Но делаем аккуратно. Сильно не напрягаем. Расслабились. Задержку делаем 3-5 секунд. Еще раз. Расслабились. И еще раз. И затем погладили лицо по массажным линиям. Также лоб. Надавили, отпустили. Надавили, отпустили. Тоже сделали три раза. И можно пальчиками постучать. И погладить с боков, чтобы снять немного отечности. Шею не трогаем. Все время работаем по боковой поверхности. Помятость как рукой сняло. А вернее руками. А вы знали, что на Руси для борьбы с бессонницей нанимали женщин-чесальщиц. А как еще притянуть сон, вы узнаете в нашем сюжете. Что, не спится? Кто-то скажет, а вы работайте побольше. Уставайте. Тогда и спать будете. Простите. Как убитый. Только нам не надо, как убитый. Нам нужен сладкий сон, а не какой-то другой. И как раз на работе мы так устаем, что поэтому уснуть и не можем. Думаем, вспоминаем, переживаем. А если любовь? И пока все непонятно. Ходишь как в тумане. Или как с похмелья. Так вот. Хмель нам в помощь. Лучше внутрь. Не то, что вы подумали. Шишки хмеля. Измельченные, конечно. Некоторые советуют набивать ими подушку. Но если вы не на отдыхе и не на фрилансе, дело рисковое. Как разоспитесь. И не забывайте. Среди нас могут быть аллергики. Вдруг ваша вторая половинка возьмет и расчихается. Какой уж тут сон. Если у вас нет аллергии на хмель, попробуем его заварить. Часами готовить волшебные отвары не нужно. Берем две ложки хмеля. Высушенного и измельченного, разумеется. Заливаем двумя стаканами кипятка. Оставляем на час. Процеживаем. Выпиваем за день в 2-3 приема. Есть еще рецепт. Берем 2 чайных ложки хмеля. Заливаем литром кипятка. Настаиваем 6 часов. Принимаем по полстакана. Трижды в день до еды. А если пить отвары вам не хочется, добавьте стакан заваренного хмеля в ванну перед сном. А теперь хотите лайфхак? Волшебный. Допустим, вам не спится. Тут самое время вспомнить. Может быть, кто-то посоветовал вам хорошую книгу, а у вас до нее руки не дошли. Откройте, откройте. Посмотрим, на какой странице вы уснете. На первой или на второй. Что, вы все еще не уснули? Когда спорим, у вас есть дела, которые вы тоже почему-то откладывали. Например, вы хотите изучить теорию струн, дописать отчет, построить планы на жизнь. Вставайте, вставайте. Сейчас самое время. Вперед изучать и созидать. Вот видите, как сразу спать захотелось. Народные рецепты, они такие разные. Мы сегодня с вами сделаем замечательный салат с ингредиентами, которые помогают во сну. И скажу, какие же продукты точно не нужно есть на ночь. Сельдерей. Он обладает мочегонным средством, и поэтому наверняка вы не сможете спать крепко. Убираем его. Шоколад так нами любимый. Конечно же, конец дня. Вам хочется расслабиться. Но не нужно. Потому что шоколад стимулирует нервную систему, и вы точно не заснете. Убираем. И такие добавки, как васаби или хрен, они тоже активизируют пищеварение и, конечно же, будут мешать вашему сну. Что же нам помогает? Я для вас подготовила очень простой рецепт, который не позволит вам набирать лишний вес, но в то же время сделает ваш сон слаще. Для этого мы сделаем салат. В него входят черри. Помидоры очень хорошо, но мы их добавим совсем чуть-чуть, потому что они тоже такие достаточно активные. В них очень много аскорбиновой кислоты, они активизируют пищеварение. Не так, конечно, как жгучие добавки, о которых я говорила ранее, но все же мы добавим чуть-чуть. Вот рукола, она успокаивает. Она нормализует нервную систему. Сок лимона мы тоже добавим совсем чуть-чуть. В салат добавлю миндаль. В миндале очень много магния. И, конечно же, он успокаивает. А еще я добавлю в салат очень вкусный ингредиент. Это твердый сыр. Совсем тоже немножко, для того, чтобы не было много соли на ночь. Но в то же время в сыре много витаминов группы В, аминокислоты. И сыр способствует выработке гормона мелатонина, для того, чтобы ваш сон был и глубоким, и очень полезным. Соль я не буду брать, зато я возьму кинзу и придам такую вот остринку приятную своему салату. Сначала добавим рукколу. Я ее режу примерно на 3-4 части. Если палочки длинные, можно их еще немножко нарезать. А листики мне нравится оставлять большими. Томаты способствуют красоте нашей кожи. Мы будем спать и молодеть. Кинзу я всегда беру для того, чтобы добавить остроты. Но в то же время кинза очень хорошо дезинфицирует весь желудочно-кишечный тракт. И пока мы спим, он будет обновляться. Миндаль предварительно замачиваю. Потому что в них содержится фитиновая кислота. Ну так уж придумала природа для того, чтобы птицы, проглатывая орехи, разносили их по всей земле, и они не усваивались. И вот для того, чтобы уменьшить количество фитиновой кислоты, важно орехи замачивать. Я замачиваю обычно на ночь, потому что знаю, что я завтра буду, например, готовить или просто взять их как перекус. Я замачиваю в теплой воде, и они стоят и становятся очень мягкими, как будто бы только с куста, абсолютно молочными. У каждого ореха свой срок, на который их нужно замачивать. Вот миндаль как раз 6-8 часов я замачиваю на ночь. Утром просыпаюсь, промываю, беру с собой на работу, как перекус. Конечно же, орехи достаточно калорийные. И поэтому мы в салат добавим совсем немножко. Но так как они успокаивают, это важный ингредиент нашего салата. Так как кулинария для меня такое таинство и волшебство, мне очень нравится именно использовать ступку. Отправляю в нашу пялку. И теперь посыпаю тертым сыром. Поливаю оливковым маслом. Добавляя сок лимона, вы помогаете своей коже вырабатывать коллаген. И, конечно, защищаете себя от различных вирусных инфекций. Вы потом сладко спите, а ваш организм оздоравливается, омолаживается, успокаивается и восстанавливается. Наш салат готов. Я его обычно не перемешиваю. А сейчас мы с вами приготовим золотой напиток. Для напитка мне понадобится куркума, горячее молоко, а про имбирь я скажу чуть позже. Вот на такую порцию мне понадобится неполная чайная ложка. Но вы можете положить по вкусу. Если вы не знаете, как вы любите, положите сначала поменьше. Например, 1 четвертую или 1 вторую чайной ложки. И заливаю горячим молоком. Молоко нужно греть до состояния, когда оно только-только снизу начинают подниматься пузырики. Не доводим его до кипения. Размешиваем. И получаем вот такое прекрасное золотое молоко. Чем же оно так ценно? На самом деле в аюрведической медицине считается, что напиток с куркумой выравнивает все энергии в вашем теле. И, соответственно, вы успокаиваетесь. Если вы после полуночи ходите к холодильнику, то вам непременно нужна баночка с куркумой. Если вы чувствуете, что вы немножко подпростыли, то можно использовать еще в этот же напиток имбирь. Тоже где-то пол чайной ложки. И тогда у вас напиток будет и успокаивающий, и оздоравливающий. Если вам не подходит молоко обычное, то вы можете использовать растительное молоко. А также такой напиток можно сделать просто на горячей воде. Можно вот в такой напиток горячий с молоком положить еще, например, топленое масло. Считается, что жир, куркума хорошо оздоравливают легкие, что является сейчас достаточно актуальным. В своем блоге я задала вопрос своим подписчицам, как же они спасаются с бессонницей. И давайте вместе почитаем их комментарии. Я пристрастила слушать аудиокниги. Хороший способ. Я иногда тоже его использую. Когда чувствую, что не засыпаю, включаю книгу с голосом автора, который мне нравится. «Ванны с магниевой солью. Волшебство». И, конечно, «Лечь спать» до 23. А выходные спать, пока спится. Конечно же, хорошо хотя бы один раз в неделю спать без будильника. Как и ванны с магниевой солью действительно успокаивают. Выпиваю бокал вина. Здесь вот спорно, потому что вино может обладать как мочегонным действием, так и, наоборот, сгущать кровь. Поэтому с утра могут быть отеки. А теперь такой крик о помощи. Я ночная жрица, помогите! Вот такой девушке как раз бы я порекомендовала баночку с куркумой вместо бутербродов. А все, что ей хочется съесть, можно съесть с утра. Плотный, сытный завтрак. Итак, мы с вами сегодня узнали очень много полезного, как нормализовать свой сон. И я надеюсь, что вам эти советы очень помогут. С вами была Маргарита Левченко. Доброе утро и, конечно же, прекрасного дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok